Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александр Костенюк. И в этом видео мы перемещаемся в Норвегию, Ставангер, где в эти дни проходит супер-турнир классические живые шахматы с участием чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсона. Также на этом турнире играет претендент на мировое звание Ян Непомнящий. О встрече этих двух шахматистов мы поговорим в следующих видеообзорах. А сегодня разбираем партию Сергей Карякин-Магнус Карлсон, где Сергей играл белыми фигурами, избрал ход Е2-Е4, Магнус ответил с ицелянской защитой, вариант Свешникова был разыгран, который Магнус уже много лет, начиная со своего матча на первенство мира с Фабиано Каруаной 2018 года, очень успешно применяет. Новомодная конь Д5, конь бьет Д5-ЕД, белые соглашаются побить на Д5 пешкой, перекрывают вроде бы вертикаль Д, но к пешке на Д6 тем не менее присматриваются через диагональ А3-Ф8. Конь Е7 была сыграна в этой партии, еще одна возможность это отступление на Б8 и затем развитие коня на Д7. На Д7 конь перекрывает слона, на Е7 тоже есть свои минусы, потому что при маневре конь Е7-Конь Ж6 конь достаточно далеко удаляется от ферзевого фланга. И белые сразу же начинают на этом ферзевом фланге играть. Перевод ферзя на диагональ А3-Ф8. Фигуры белых напали на пешку на Д6, ферзь Б8 сыграл Магнус в этой партии. Также он играл слон Ф5, но в эти тонкости мы пока вникать не будем, потому что это тема для дебютных видео. А здесь посмотрим, что произошло в партии. Конь на Ж6 часто попадает под такой вот маневр пешки Аш, не только в социлянской защите, но, например, в берлинском Эншпиле Аш4 сыграна идея, даже угроза Аш5. Черные играют Аш5, слон Е3. Белые угрожают пойти С5 и проломить позицию черных в центре. Поэтому черным надо как-то реагировать. Борис Гельфанд против Магнуса Карлсона попытался однажды сыграть Б6, но позицию не удержал. Магнус же здесь предпочитает отбрасывать коня белых ходом А6. Проблема в том, что после А6 ослабляются черные поля, и это может несколько испугать играющих черными. Но, конечно, Магнус Карлсон очень хорошо эти позиции анализировал, уже очень много играл. И вот в этой конкретной позиции несколько раз очень успешно за черных боролся. В партии на тайбрейке против Фабиана Каруана он сыграл, Магнус сыграл А5, затем А4 и выиграл впоследствии эту партию. Также Магнус здесь применял план С5 и затем развивал слона на Е7 и рокировался. Но в этой партии против Сергея он сразу же пошел слон Е7, напал на пешку. А4. Насколько, правда, черные ее хотят брать, это достаточно серьезный вопрос, особенно после этой партии, где черные отдали пешку на А5 даже в менее, казалось бы, удачной ситуации. Ладья в партии черных уйдет с линии Аш, но об этом поговорим позже. Итак, Ж3. Надо ли было играть Ж3? Я думаю, это очень серьезный вопрос. И мы узнаем об этом в следующих партиях. Белым можно порекомендовать ход конь А4 с целью где-то пойти на Б6, пригрозить ходом конь Б6. Черные должны защищаться от этой угрозы. Ферзь С7 с тем, чтобы на конь Б6 ответить ладья Д8. Ну, затем план черных Е4, конь Е5. И в похожих позициях Магнус очень успешно играл черными. Возможно, белым не стоит ходить конь Б6. Стоит приберечь этот ход и оставить поле Б6 как для коня, так и для слона. И вот здесь вот уже сделать ход Ж3. Но это нюансы, тонкости, опять же, в которые мы не будем погружаться. Сергей пошел Ж3, что может быть естественнее. Защитил пешку. 0-0 последовал тем не менее. Такой вот ход вызывающий. Почему вызывающий? Ладья уходит с линии Аш. Пешка Х5 остается без защиты. Слон Е2 спрашивает Сергей, а что будет, если я просто нападу на эту пешку и заберу ее. А вот что будет. Этот ход, безусловно, плод домашней заготовки. Магнус очень хорошо готов в дебюте. Подливает масло в огонь. Как мы видим, висит сейчас не только на Аш5, но и на Б5. Но обе пешки брать достаточно неприятно. Особенно неприятно брать пешку по линии Б, так как после конь Б5, например, фигуры белых связаны. Следует Ф5, Ф4 и черные получают перевес. После слон бьет Б5. Похожим образом черные могут действовать. Они могут сразу пойти Ф5. Могут сначала отойти слоном и затем Ф5, Ф4. Поэтому бить на Б5 совсем плохо. Побил на Аш5 Сергей. Здесь еще один очень красивый маневр. Я думаю, эту позицию можно ставить детям, как учебный пример. Найдите сильнейший ход за черных. И сильнейшим ходом здесь является слон Д8. Совсем не такой уж загадочный ход, когда ты его видишь. Слон идет на А5 с тем, чтобы вот эти фигуры белых, которые по диагонали Е1 А5 выстроились, подчеркнуть плохое положение этих фигур. Ну, а главное, самое главное, мы знаем, что ферзь плохой блокер. Поэтому, выбив его с поля Б4, у черных появится возможность самим сыграть Б4. Итак, замечательный ход слон Д8. 0-0 пошел Сергей. На слон Ж6, ФЖ, вскрытие линии Ф на руку черным скорее. Вот эти сдвоенность этих пешек не так чувствуется, как активность ладьи по линии Ф. Решил не вскрывать линию Ф, поэтому Сергей сыграл 0-0. Конь ушел с поля Ж6, переходит он где-то на Ф5 и затем на Д4. Слон Ж5. Забавно, стоят слоны, пока стреляют в никуда, но тем интереснее будет посмотреть, как эти слоны заиграли в партии. Слон А5, ФБ3, Конь Ф5. Угроза Конь Д4. Приходится белым защищаться от нее. И следующий очень сильный маневр. Слон Б6 согнал слон Ферзя с Б4 и перешел на другую диагональ, где он связывает пешку Ф2, создает напряжение на пешку Ж3. И что самое главное, очень сильная идея у черных появляется, идея с подключением ладьи по четвертой горизонтали. Ладья А4 на повестке дня, ладья АС1 поднимает интересную идею Сергея, ладья А4 и ключевой момент партии, один из ключевых моментов. Сергей запускает ладью из последних сил, жертвует качество. Неожиданно Магнус соглашается принять эту жертву. Но стоило ли? Стоило ли бить ладью на С6? Вот это большой вопрос. Скорее нет, чем да. Почему бы не пойти Ферзь А7, оставить за собой возможных где-то бобить на С6, но пока попридержать коней, слонов и посмотреть, что будут белые дальше делать. Ведь очень много фигур пешек, скорее пешек под боем у белых и очень непросто находить последующие ходы. Но Магнус принял вызов, побил на С6 и внезапно Ферзь на Б3. Вот эта диагональ А2, Ж8 вскрылась, слоны уже не так нелепо смотрятся на полях, А5 и Ж5, и фигуры белых начинают играть. На ладья А4 следует очень сильный ход, который, безусловно, Сергей предвидел ранее. Ход А4, подрывающий пешку Б5. Прошу обратить внимание на детскую ловушку. Ферзь Б5, конечно, брать нельзя, ввиду скрытого шаха и потери Ферзя. Но Сергей в такие ловушки, естественно, не попадается. Это А4. И здесь еще один ключевой момент номер 2. Я бы сказала, что вообще в этой партии было несколько таких ярких ключевых моментов. Этот один из них. Почему Магнус Карсон не побил на А4? Скорее всего, испугался хода слон Ж6, который Сергей Корякин упоминал в своем послематчевом интервью. Но здесь все не так просто. Конь Д4, конь Д4, слон Д4. И на слон Е7, как верно отмечал Сергей, следует ладья Ц4. И позиция совсем не такая ясная. Скорее даже в пользу черных. Поэтому как бы сыграл Сергей на ход ладья Б4, остается загадкой. Очень интересно. Сергей упоминал ход ладья Ц1 с идеей сыграть Ц7. Но эта идея не проходит, потому что слон Ц7, ферзь Ц2 вроде бы двойной удар, но следует достаточно простой ход Ж6. Нападающий и защищающий одновременно. Ну и затем ладья Ц4 или слон Б6 найдут черные, как защитить слона на Ц7. Поэтому ладья Ц1, ферзь А7, Ц7 идея не проходит. Возможно, возможно, слон Ж6 мы бы увидели на доске. И конь Д4, конь Д4, слон Д4. У белых здесь была бы возможность пойти ладья Ц1. И кто знает, может быть, партия завершилась бы вот таким вот забавным, слон Б7, вечным шахом. Ладья закрываться не может, потому что она потеряется после Ж4. Ну и соперникам ничего другого не остается, как согласиться на ничью. Можно еще немножко продлить партию. Но, тем не менее, вот такой вот вечный шах мог бы быть. Но вот как-то Магнусу не везло. Где не надо было брать на Ц6, он взял на Ц6. Где надо было брать на А4, он не взял на А4. Ну что же, не день чемпиона мира. Бывает так, что принимаемые решения даже у таких великих шахматистов оказываются неправильными. Конь Д4 он сыграл, но это решение неверное. Позволяет создать две связанные проходные. И эти проходные очень-очень сильны. Возможно, следовало пойти ладья Ц5, попытаться как-то эти проходные забрать, откупиться ладьей на Ф8. Но эти пешки путем ладья Ц5, ладья Б5 и обратно ладья Ц5, ладья Ц6 взять. Но у Магнуса другая идея была. Однако после Д5 очень сильные два размена последовало. Ладья Ц1 сначала одну активную фигуру разменял Сергей, потом другую. И вот возникла такая позиция. Ферзь и слон против ферзя и ладьи. И две далеко продвинутые связанные пешки белых. Позиция, скорее всего, проиграна, если мы математически и компьютерно ее будем оценивать. И компьютер наверняка укажет верное решение для реализации. Но в партии Сергей не был очень техничен и давал возможность Магнусу вновь завязать борьбу. Итак, здесь были интересные планы с Х5, попыткой вскрыть позицию короля. Сергей решил сначала обеспечить свои пешки на ферзьевом фланге, поставить слона на Ц4. Красиво разместил слона. Все сейчас защищено. Но проблема в том, что уход слона на Ц4 ослабил короля Ж2. И вот вместо хода слона на Ц4 была возможность у белых таким вот тактическим способом провести. Провести практически пешку Ц в ферзи. Ладья Ц7, ферзь Е5 шаг. Двойной удар. Выиграть качество и получить ферзевый эншпиль с тремя лишними пешками, который, скорее всего, выигран. Пешек, скорее всего, две останется лишние, но, тем не менее, они должны пройти. Хотя сама идея очень неочевидна, слон Ж4, слон Ф5. Но и, как мне кажется, очень непросто оценить вот эту позицию, потому что пешка Д, по крайней мере, визуально, с человеческой точки зрения, является очень сильной компенсацией. Сергей же в партии сыграл крепко, плотно для ферзевого фланга, но не для королевского. И у Магнуса Карлсона была возможность создать контр-игру на 42-м ходу, очень таким неожиданным ферзь С2 шаг. Ну, ферзь С2, ничего в этом неожиданного нет, но в ходе Ф5. И в чем же идея Ф5? Не только в том, чтобы отрезать короля от поля Ж4, а в том, чтобы на Б6 иметь возможность сыграть Ж5. И после ХЖ, король Ж6, внезапно ладья черных, подключается к атаке по линии Х. И, видимо, в этой позиции белым приходится бороться уже за ничью, каким-то вот таким вот оригинальным образом. Поэтому можно было объявить пару шагов белому королю и посмотреть, как бы Сергей справлялся с этими техническими сложностями. Чемпион же увел ферзя обратно, ферзь Б4, король Х3, вновь надо было подумать о ходе ферзь Е1, ферзь Д6, но это уже неудачное решение. Ферзь Ф4 и здесь опять же, опять же, надо было пойти ферзь С5, но здесь последовала достаточно удивительная ошибка. Я думаю, это связано с тем, что Магнусу Карлсона показалось, что в этой позиции Д3, заставляя белых ходить слон Д3, ладья бьет Д3, Б6. Безусловно, это Магнус все видел, ему объяснять не надо, что две связанные пешки на шестой горизонтали, они сильнее, чем ладья. Ладья Б3, Б7, они проходят в ферзи, но, видимо, где-то что-то Магнусу показалось, что, может быть, он сможет построить крепость. Но крепости здесь нет. Вот, H5, GH, разрушая последние шансы на крепость, так как пешка F это не пешка G. И здесь закрепиться на шестой горизонтали черной ладье не удается, но это значит, что постепенно белые выиграют одну пешку, вторую пешку и реализуют свой материальный перевес. Вот такая вот очень интересная партия. Вновь дебют остался за чемпионом мира, но в сложной метельшпильной игре в этот раз он оказался слабее, чем Сергей Корякин. Турнир продолжается. Мы за ним следим, так же, как и за онлайн-олимпиадой, за которой, я уверена, следят и наши зрители на каналах Ческом.ру. Надеюсь, этот обзор вам понравился. Как только закончится онлайн-олимпиада, обещаю записать еще несколько обзоров о самых ярких моментах турнира в Норвегии. Не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал, не болейте, играйте в шахматы и до скорых встреч!